Семейные истории на канале ОТС. Сегодня у нас в гостях отец и дочь врач-эндоскопист Александр Попов и врач функциональной диагностики Наталья Лобанова. Здравствуйте. Я правильно понимаю, что у вас в трудовых книжках одно место работы? И у вас, и у вас, да? Да, в наших трудовых книжках одно место работы. Ну, в разное время, правда, мы пришли. Как вы вообще попали в областную больницу? Вы же родились не в Новосибирской области? Я родился в Алтайском крае, да. Жил, рос, дорос до того, что мне мама сказала, сынок, поступай в мединститут. То есть это мамино решение было? Это мамино решение. Я хотел поступать вначале в художественное училище, в мореходку. Ну, бывает такое. И, в принципе, кое-что так и осталось. И сквозь жизнь прошло. Но мама сказала, сынок, Шурик, она сказала. И меня все в доме, все русские, до сих пор так и зовут. Поступай в мединститут. Потому что дочь директора рудника Наташа Петрова собралась поступать туда. А ты чем хуже? Ну, поступил, поступил и все. Поступил, учился, закончил. А потом, ну, волей судеб так случилось, что отказался в Новосибирске. Но вы же учились на педиатрическом факультете? Да, совершенно верно. Да, я закончил ПИТФАК, я приехал сюда, я работал педиатром. Мы открывали пятый корпус, который сегодня называется даже уже не помню каким, потому что нумерация у нас изменилась. Девятый, видимо. Да, девятый, правильно, совершенно верно. Но для нас он остался пятым. Мы его заселяли, это был 73-й год. Было жаркое лето. Вдруг случилось в городе Новосибирске, как и во многих городах России, скажем, в Одессе, в Астрахани, была вспышка холеры. Ну, одним словом, вот такое было начало. А потом вот дальше осваивали четвертый корпус и пошло-поехало. К 77-му году мы эту областную больницу освоили окончательно, где мы и живем по сей день. Я начал работать, ну, официально с 1 августа 73-го года. Наталья Александровна, а вы когда первый раз попали в больницу, ну, как к папе на работу? Я помню, что я в больнице была всегда. То есть, очевидно, в том возрасте, когда я начала себя помнить, я уже была здесь. То есть, это, наверное, когда ребенок начинает себя помнить, наверное, с 4-х, с 5-ти лет меня сюда и водили, и экскурсии, и в столовую. То есть вы даже не представляли какого-то другого варианта, чтобы пойти куда-то работать? Нет. Просто мне настолько нравилось это само по себе здание. У нас, мы жили рядом, всегда жили рядом с больницей, и оно мне всегда настолько нравилось. Оно было такое яркое, светлое, какое-то сверкающее, все в мраморе. Мне казалось, что вот работать здесь, это не то, что мечта, это какая-то сверхмечта. А почему не захотели эндоскопистом стать? Ну, Александр Лавренович мне предлагал. Но я как-то посчитала, то, что видеть папу дома и на работе, наверное, это перебор. А так вы редко встречаетесь? Вы знаете, сейчас редко встречаемся. Да. Редко встречаемся, хотя мы живем рядом. Казалось бы, работаем вместе. Почти, ну, я на третьем, Александр Лавренович на четвертом этаже, а видимся редко. Мы даже иногда пациентам, то есть ко мне пациенты приходят, допустим, из сотрудников, я иногда говорю, передайте привет Александру Лавреновичу. А почему именно вот функциональная диагностика, чем она вас увлекает? Ну, это очень интересная работа на самом деле. С пациентами общаешься меньше, получается? Не, ну, с пациентами общаешься меньше, да, действительно, это факт. Но дело в том, что при этом те знания, которые ты должна приложить для объективного оследования данного пациента, их достаточно много. То есть информации, которой ты, вот, предполагается, ты должна знать достаточно много. И для того, чтобы объективно вот обследовать его, нужно перелопатить очень большое количество книг, там, атласов и так далее, чтобы постоянно у тебя в голове была данная картинка. То есть открытия каждый день? Каждый день. Причем это какие-то бывают детективные истории, потому что у нас бывают такие пациенты, достаточно сложные, которые у нас даже происходит коллегиальное обсуждение, даже, вот, казалось бы, просто ЭКГ-пленки, которые мы не можем, мы сидим и вместе обсуждаем, как правильно записать данное заключение. Что касается эндоскопического отделения, я так понимаю, вам, Александр Лаврентьевич, приходилось именно вот с его развития, становления, появления, как-то вот, насколько это было тяжело браться за эту сферу деятельности, все-таки все новое, неизведанное? Вы знаете, вот, мужчины-педиатры, они рано или поздно прибиваются к какому-то разделу медицины. Сегодня медицина, она настолько вот по полочкам разделена, что, говорят, один специалист там по мизинцу, а один по безымянному пальцу. Или там по правой ноге, по левой, по уху, там по глазу. Ну, про глаз я вообще молчу, это целая вселенная отдельно. Мне как-то наша заведующая пульмонологией Людмила Петровна Кароленко говорила, знаете, Александр Лаврентьевич, я вам так завидую, вот вы умеете работать руками. Ну, действительно, мужчина, это молоток, это там перфоратор, еще что-то, но эндоскоп тоже где-то напоминает. Он, с одной стороны, напоминает, скажем, фагот или кларнет, а с другой стороны, перфоратор и еще что-то. И, кстати, и работать по тому же почти принципу, потому что иногда приходится там и отверстия пробивать, и что-то извлекать. Когда я начинал, еще приказа по эндоскопии не было, профессии эндоскописта не было, она появилась в 1977 году, 11 декабря, в соответствии с приказом, 1164. Ну, я как главный эндоскопист, который отработал 33 года, как Иисус Христос. 33 года я был главным эндоскопистом области, поэтому все приказы помню, знаю. И мне довелось, по сути, создавать, открывать и запускать эту службу здесь с нуля, с полного. Сколько я летал, сколько я ездил, сколько они бессонных ночей провели, когда папа... Я приезжаю с района, вернее так, уходишь на работу, когда вернешься, неизвестно. Сегодня, а может и послезавтра. И вот меня трогало очень сильно, когда я подходил, а тогда сотовых телефонов не было, и не знали, когда же он приедет. И вот я подходил, нажимал кнопку звонка, и я слышал топ от этих ножек. Топ-топ-топ, они бежали, папа приехал. Объятия, объятия, все такое, трогательно было. Я помню то, что появление Александра Лаврентьевича в доме, это было всегда праздник. Потому что, особенно когда папа приходил вовремя, то есть совместный ужин, это превращалось у нас действительно в праздник. Мы с папой проводили немного времени совместного, но это были просто яркие вспышки, запоминалось всегда. А сколько у вас детей в семье? В моей семье двое детей. А вы дома часто бываете? Дома я бываю редко, как и мой папа Александр Лаврентьевич. У врача функциональной диагностики у нас работа круглосуточная. То есть мы, допустим, если мы ушли утром, то мы можем работать полутора суток, потому что еще может быть ночное дежурство, переходящее в день. То есть это как бы само собой разумеющееся. Ну и, соответственно, то, что пребывание мамы в доме, это тоже праздник. И, несмотря на это, я так понимаю, у вас сын решил все-таки пойти в медицину? Да, он у нас поступил в прошлом году в медколледж на фельдшерское отделение. Он сказал то, что я хочу тоже спасать людей, как дедушка и как мама. А дедушка был рад такому выбору? Ну, более чем рад. Мне было приятно, что уже третье поколение или второе после меня, но со мной вместе это третье поколение, но мой род идет в том направлении, в каком я начинал. А вы вот говорите, хотели быть художником, но это же, получается, и осталось. То есть вы как, в детстве любили рисовать? В детстве я вообще рисовал с утра до вечера. Рисовал на газетах, на подоконнике. Ну, на стенах мне запрещалось. Да, собственно, на наших стенах там и не нарисуешь ничего, потому что стены были бревенчатые. Но любой клочок, причем, знаете, как я оценил бумагу? Ну, сами понимаете, что я жил в то время, когда с этим были проблемы определенные. И каждая бумажка была на счету, и я их где-то складывал, потом рисовал на них. Но интересно то, что я приходил к отцу в контору. Отец после того, как работал под землей, он приходил, называлась камеральная работа. Вот он там проекты свои чертил, значит, планы. И у них была вот эта синяя вот эта светочувствительная бумага, на которой они скальки копировали. Ну, множительной техники же не было особой. И вот он мне на этой синьке, он мне вырезал остро отточенным перочинным ножом. Делал мне на А4 примерно вот такой формат. Суровыми нитками, шилом он прошивал. И замечательным, необыкновенным каллиграфическим почерком он писал альбом для рисования Попова Александра. Ну, взяв в руки такой альбом, невозможно было вообще его пустить как-то не по назначению. Естественно, что я рисовал. А где-то после седьмого класса, значит, я сколотил этюдник из фанеры. Ходил писать этюды. Два меры брата, посмотрев на меня, тоже сколотили себе тоже из фанеры этюдники и тоже пошли. Но как-то у них это не прижилось. А у меня это осталось. А потом, понимаете, институт я в институте вообще не рисовал. Начало работы. Когда? Пеленки, работы, выделиты пацановятцы. Когда? Вы знаете, свобода человека наступает, наверное, вот некоторые говорят, наступила пенсия. Я теперь могу заниматься собой. И да, у меня были какие-то работы определенные в какие-то там периоды жизни, именно так, толчками, рывками. Вот уже в этом возрасте я почувствовал, что надо оставить след. След. Надо наследить немножко. Кроме детей надо еще что-то оставить. Останется ли это, сохранится ли это, я не знаю. Но вообще-то я это делаю для себя. Мне надо понять, что я могу. Мне надо осознать, что я вижу и как можно это воплотить. Ну вот, как-то вот так вот. Ну вот расскажите, что вы за картины принесли? Ну, у меня всплеск творчества произошел в этом году буквально с Нового года. Я нарисовал, написал, правильно сказать. Это акриловая краска. Я написал место, где я родился. Та точка на географической карте. Туда мы вместе с дочерями в 99-м году совершили поездку. Ну, у меня к тому времени, уже в возрасте 50 лет, у меня наконец появилась машина. Раньше не было. Вот этот дом, дом, в котором я родился. Деревня, знаете, она как-то вот между лагами вот так раскинулась. И почему я выбрал этот ракурс, почему я остановился, я не знаю. Но вообще тут мистика определенная есть. Мне так хотелось передать атмосферу вот этого летнего дня. Такую, знаете, пастораль такую, такую непорочность, такую, знаете, мечту какую-то, знаете, голубую. И так мне захотелось босиком по этой травке побегать, в этой речке поваляться, покупаться. Вот. Ну, и действительно, меня чувства переполняли. За день до этого я написал вот такую вот работу. Это как раз то место, где я провел свое детство, юность, которое называется «Веселая сёйка», «Рудник веселый». Где я провел свое детство, юность, откуда я поехал поступать в институт. Вот эта гора называется «Гора любви». Ну, видите, заснеженная гора, такие зондивилы, березы. Вот эти деревянные домики, которые в свете восходящего солнца, они кажутся такими теплыми. В них живут люди. И кажется, что вот кто-то выбежит. А потом как-то в одноклассниках мне написали. Вы представляете, он даже мою теплицу нарисовал. Как бы мы сказать, тема Родины, она не уходит. Она никуда не... Вот я написал две книги. Вот такие вот «Одна Рудник веселый» – это детство, юность. А это вообще история рода, вообще всё. И, конечно же, эти книги. Я писал для себя. Называется «Посвящаю моим внукам». Пусть знают историю рода. Надо – напишите свое, продолжите. Следующий том и так далее. Моей жене исполнилась, ну, скажем так, круглая дата. Я ей подарил букет цветов. А потом думаю, ну что букет? Букет взяли, да он и кончился. Ну, решил я его, так сказать, продлить ему жизнь. И вот букета уже давно нет, а память о нём есть. Долгоиграющий букет. Ну, надеюсь. Ну, портрет считается, это уже высший пилотаж. Но я не хочу сказать, что я это освоил. Можно сказать, что я продолжаю учиться в этом направлении. Или только начинаю. Ну, вот что я надеюсь, что знающие люди признают того, кто изображён здесь. Евгений Михайлович Благитко, мне кажется, совершенно узнаваемый здесь на картине. А сам Евгений Михайлович-то что сказал? Евгений Михайлович, я ему приносил не только эту работу, а ещё много работ. Ну, будучи человеком тонкой эстетической культуры, он сказал, Александр Лаврентьевич, вот у ваших работ есть один небольшой недостаток. У них нет рамок. И я понял, что это надо возмещать. Поэтому портрет Евгения Михайловича, вот я всяко извернулся, но его портреты поместил в рамку. А это, ну, кто знает, тот узнает. Кто не узнает, ну, значит, плохой был художник. Вот этот человек, в октябре месяце, ему исполнится 90 лет. Он работает. На лыжах бегает. Бегает. Не то слово. И вообще живет полноценной жизнью. И вот глядя на этого человека, я думаю, что мы все должны просто думать о том, что, видимо, вот дух человеческий, он тянет за собой и тело. Иванцов, ветеран больницы, человек с необыкновенной биографией. О нем я бы мог говорить бесконечно. И что интересно, когда я пришел в 73-м году в больницу, он был примерно такой же. А вообще чем занимаетесь в свободное время, если оно когда-нибудь вдруг случается? Ой, вы знаете, мы занимаемся семьей горными лыжами. В отпуск или в свободное время, в выходные стараемся проводить вместе, выезжая обязательно на природу. Мы любим, ну, активный туризм. То есть мы выезжаем с палатками, спальниками на Алтае, в Хакасию. То есть мы такие полудикие отдыхающие туристы. Мы пытаемся вместе проводить время, но чтобы в это время не было ни людей, никого. То есть природа и мы. То есть мы вот отдыхаем вместе с природой. Кстати, где-то тоже стали туристы. Алтай-то весь излазил еще в институте, когда учился. И мы пытаемся всей семьей лазить, ездить по Алтайу, потому что там очень красиво. Я бы спел вам песню, ну, ладно. А что? Мешает? Пошел. Без гитары можно спеть? Конечно. Можно, да? Вас поет? Хорошо. Полгода в туристы меня собирали, полгода читали свой красивый журнал. Полгода в туристы меня зазывали. Но я упирался, потом перестал. Я в походе, мне повезло. У Костроя, ну, чем не Сочи. Но с одной стороны тепло, а с другой стороны... Где-то возле спины, где-то возле спины. Не очень, теперь я и сам походу вербую. По блеску в глазах узнаю я друзей. И песенку эту, и так же другую могу подыграть на гитаре своей. Дань гитара в походе рай, как источник среди пустыни. Но с одной стороны играй, а с другой стороны не хватает струны. Не хватает струны, но ведь я же не погони-ни. Книги, я так понимаю, есть и о работе что-то там? Вот вы говорили об истории о санавиации какие-то есть. Это был 87-й год, конец января. Вызов на место, вылет на место, это было обычным делом. Звонок, все, запись в журнале, поехали. Садиться будем в березовых околках. Снег там поровнее, но поглубже. А поскольку снег глубокий, мы можем увязнуть. Поэтому садиться будем на глиссаде. Ну что такое на глиссаде? На глиссаде, значит, методом скольжения, но не останавливая летательного аппарата. Который в этот момент становится уже не летательным, а средством передвижения. Ну у меня 4 чемодана, пилот командует на выход, второй пилот подходит и открывает мне дверь. Я стою там у двери, значит, дверь открывается. За дверью вот такая вот, просто ничего не видно, буруны снега и все. Мне говорят, пожалуйста, выходите. Ну что, ну выходить так выходить, я же исполняю, я лечу ведь на помощь больному. Я выхожу, я как карандаш стыкаюсь в снег, самолет мгновенно взмывает. Я стою оглушенный тишиной. После трех часов лета, когда тебе били кувалдами по этим самым, по мембранам, значит, тишина такая, что тут звон в ушах стоит. На горизонте блеклый диск солнца. Вы пойдете направо, сказал мне пилот перед тем, как совершать посадку. Ну там недалеко, метров 150-200. Ну сами понимаете, перебежать в футбольное поле в трусах, в майке и босиком, это одно. А с четырьмя чемоданами, по снегу, который почти по пояс, ну что-то напоминало Алексея Мересева, который совершил в свое время бросок по заснеженной тайге. Наконец я выползаю на дорогу. Ну я, видимо, напоминал чем-то замерзший самовар, который внутри кипит, из которого идет пар, но который снаружи обледенелый. И что интересно, рядом со мной еще четыре чемодана. И я представил, как бы это выглядело со стороны, когда бы кто-то это вообще мог увидеть. Но это увидели люди. Я вдруг чу, слышу, вдали рог от двигателя. Я думаю, о, люди не забыли меня, они за мной приехали, они меня сейчас подберут. И вижу, действительно, едет медицинская, медицинский УАЗик зелененький. И он останавливается около меня. Я думаю, ну все правильно. Водитель открывает дверку и говорит, мужчина, вы кто такой? Ну ему, наверное, показалось, смесенный лок осмонавт или еще кого-то. Что он тут делает среди вот этой безбрежной пустыни снежной, значит, четыре чемодана и какой-то шкварчащий изнутри, значит, парень. Я говорю, да я вообще-то в больницу, а вы откуда? Да я из Крештовки еду в татарку за лекарствами. То есть машина совсем не по адресу, не в теме. Ну они меня, конечно, взяли, они меня привезли. Я оказал потом помощь. Потом я поездом Москва-Пекин ехал до Новосибирска. Я привезли домой. И вот эти вот мои детки бежали встретить своего папочку, который, конечно, им рассказал бы интересную очередную историю. А как называется книга? Моя счастливая жизнь, да? Да. Бескромное такое название, но это мое восприятие мира. Вот что для вас и для Натальи Александровны счастливая жизнь, как бы вы это сформулировали? Для меня моя счастливая жизнь, с тем, что у меня жизнь удалась. Я родил детей. Ну не я родил, конечно, а у меня дети. Дети состоялись как личности. Внуки тоже, надеюсь, состоятся. Мы все живы, мы здоровы. Вот в этом и состоит счастье. Обычно простое человеческое счастье. Да, то, что когда человек, то есть он как, он ощущает себя в жизни, то есть как он себя реализовывается, какие он ставит себе задачи и как он их потом реализовывает. Ну реализовать выполнение. Правильно? Да, да, да. И нужно быть, ощущать себя реализованным и в профессии, и в своей личной жизни. Ну, я желаю, чтобы все ваши планы реализовывались, чтобы все это воплощалось в жизнь. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. А я напомню, сегодня у нас в гостях были отец и дочь, врач-эндоскопист Александр Попов и врач функциональной диагностики Наталья Алабанова. Смотрите «Семейные истории» на канале ЛТС. Субтитры создавал DimaTorzok